на ремонте телефон xiaomi redmi note 8 pro еще в заводской упаковке но ударен вот сюда поэтому потрескан и и задняя крышка и полностью вот отсюда пошли лучи по экрану он если нажать там чего-то высвечивается я здесь уже немножко приподнял меня заказал я экран без рамки и поэтому снимать экран нужно без рамки для этого каким-то плоским острым плоским краем отламываю кусочек или два или три фаланги на ноже строительном и аккуратненько так в первую щель первая щель это экран без рамки вторая щель это экран с рамкой вот мне нужно без рамки и тут так вот аккуратненько задеваю задеваю чик поймал и теперь иногда очень жестко в некоторых местах пробуйте у меня он потресканный поэтому и иду иду где-то останавливаясь и вот сюда я могу уже задеть вот так вот потихонечку срезать клей чего-то тут я нажимаю вот иногда нужно перехватываться потому что здесь где-то шлейф вот по всему кругу когда вы проведете то скорее всего сможете вот смотрите я открыл но располагинил экран и нужно экран в середину экрана завел нужно вторую часть экрана тоже тоже вскрыть вот сюда немножко ниже зайти вот так получается я экран во внутрь экрана завел ну вот как то так и вот вот так снимается экран так ну удалось мне и вторую часть экрана вместе с алюминиевым крышкой открыть шлейф заходит в середину туда значит нужно будет открыть еще и эту крышку хотя она вся потрескана не знаю как потом ее ставить придется то ли склеивать здесь тоже самое поддеваем под крышку и потихонечку так шаг за шагом будем открывать понемножку в некоторых местах крышка наверно тоже приклеена так вот потихонечку открываем правда потресканная поэтому будет не знаю ну как то будем стараться скрывать ну что же вот хочу показать что проклеена было только по периметру ну и так как она вот такая вся ну прямо вся потресканная не было жесткости нужно было вот эту часть отсоединить она вот эту крышку она отсюда причем причем с разъемчиком нужно было конечно желательно чтобы она была чтобы она оставалась и вот это вот крышечка эта стеклянная осталась со стеклами на фотоаппарате и с разъемом вот здесь вот но у меня не получилось у нас снялась вместе с крышкой уж очень она такая хорошо вклеена и вот она такая а здесь она жидкая из-за поломки и снялась вместе ну собственно а дальше нам открыть вот эту часть и что нам необходимо будет вот этот шлейф сейчас пластиковую крышку отсюда по периметру снимем откручиваем все винтики снимаем пластиковую крышку для того чтобы добраться до разъема батареи и до разъема шлейфа когда шлейф разъем шлейфа снимем то сможем вытащить шлейф наружу и скорее всего это шлейф зарядки сейчас будем смотреть сначала откручиваем вот отсюда и скорее всего придется еще и эту часть нижнюю тоже снимать и так я все ведь винтики по периметру открутил и теперь пластиковая крышка не просто потому что она тут по краю кое-где еще и на остатках клея держится и вот ее можно снять и теперь у нас мы добрались до батареи не мог я отключить выключить не мог не работает экран тачскрин не видно куда нажать ничего не нажимается поэтому вот мы открутили и получается теперь обесточили и теперь он выключенном состоянии будет при когда проверки нужно будет включать значит проверяем тот ли мы разъем тут есть два варианта это получается что это разъем питание идет от usb сюда а нам нужен вот этот шлейф вот этот который идет под батареей ну и сейчас нужно смотреть что сделать для того чтобы снять батарею скорее всего она так просто не снимается приклеена с той стороны и нужно найти концы клея чтобы снять батареи и под батареей шлейф экрана значит здесь мне повезло батарея не приклеена обычно тут такие две полосы которые нужно вытаскивать в современных но она не приклеивания это очень хорошо потому что этот клей не всегда безболезненно снимается батарея не так скажем не основательно приклеена поэтому благополучно отклеил а не она была приклеена но почему-то отошла вот эти концы клея которые можно было отковырять было получено она снялась мне повезло очень безболезненно все снялось почему-то они решили поставить просто на точечки клея хотя ну и вот разъем вот так вот разъем экрана отсоединяем и вот теперь можно снять полноценно экран с разъемом все теперь ставим экран на место я уже заказал уже приехал на почте подсоединю посмотрю прежде чем брать с почты если разрешат подсоединю включу посмотрю включается или нет работает ли экран и тогда уже будем что-то думать в любом случае теперь дело за экраном скорее всего поменяю экран а заднюю часть заднюю крышку менять наверное не буду она немножко вот в таком виде но если ее приклеить она в принципе здесь внутри в целом состоянии поэтому еще поработает мне кажется во всяком случае буду решать с клиентом следующий экран следующий этап это ставим новый экран и проверяем а потом если все нормально будем приклеивать ну что же и вот я подсоединил так просто пришедший экран просто пока подсоединил времена и для проверки все работает почему-то просит нажать еще верхнюю клавишу не знаю почему ну как бы все работает проверяя я обычно вот например вот так нажимаю все ли корректно нажимаются буквы если нажимаются именно те они рядом стоящие значит все в принципе корректно работает как бы все в порядке пленочки еще стоят с пленочками нужно проверять если вдруг что-то не так если вдруг что-то не так то нужно будет отправить назад если что-то не подходит вот таким образом можно самостоятельно все сделать сейчас я вычищу старый клей и на клей поставлю специальный есть 87000 или 88000 сейчас купил немножко больший объем очень удобно тонкий носик можно хорошо но проходить но для начала нужно хорошо вычистить старый клей для того чтобы экран полностью на место сил а дальше просто мы проклеили вставили придавить чем-то я ложу на стол и отсюда чем-то придавливаю чтобы ровненько склеился это во первых что нужно сделать ну и дальше собрать в обратной последовательности не забудь что у нас тут подключить вот этот удастся ли подключить его так просто вот так вот аккуратненько поставив и чем-то придавить разъем ну или в таком если не получится то нужно будет выдавить отдельно эту металлическую планку сначала его ее поставить на место а потом уже вклеить крышку крышку буду оставлять эту старую побитую она снаружи потрескалась а изнутри как видим она целая ну в принципе если клиент захочет поменять то поменяем в этой жизни все можно поменять но тоже ее нужно посадить точно так же на клей ну собственно все вот весь ремонт сейчас приступаю к тому что от клея отклеиваю или очищаю весь клей который здесь на краях налип буду делать это маленькой отверточкой типа вот такой в каких-то особенных местах может быть даже ножичком увеличительное стекло и погнал все делать я думаю на этом все подписывайтесь на канал повторяйте это не сложно